Что вам хочется делать, но общество это считает кринжовым? Мне хочется всю жизнь работать на легкой работе за небольшую зарплату, скромно жить и ни к чему не стремиться, не развиваться, плыть по течению до самой старости. Хочется, чтобы каждый новый день был похож на предыдущий. В современном обществе это считается кринжем. Я много раз ловила на себе брезгливые взгляды, либо взгляд полный недоумения, когда озвучивала свою жизненную позицию. Мол, как так, молодая девушка не стремится к успешному успеху и большим деньгам? Предпочитаю вместо этого сидеть на жопе за копейки, у людей ломается мозг от такого диссонанса. А я все равно продолжу жить, как мне нравится. Кто об этом что ни говорил. Работать не по 40 часов в неделю, а по 10-20. Остальное время развлекаться, жить для себя. Ух, работал в свое время со свободным графиком на удаленке. Просто гора свободного времени. Взял ноутбук, доехал до речки, позвонили с работы, сделал что-то за час и дальше кайфуешь. Получал среднюю зарплату по стране, которой вполне хватало на жизнь. Сколько фигней, только в свой адрес не слышал, что это не работа, что я занимаюсь чем-то не тем, что могу получать в разы больше, что я прожигаю жизнь впустую. А блять, работать пятидневку с утра до вечера, где в первый выходной делаешь все дела по дому, а во второй от усталости хочется сдохнуть. Это типа то, что надо. Целовать друзей противоположного пола в нос, лоб, макушку, щеку. Обнимать при внезапном порыве нежности без шуток про парочек. Предлагать свою еду незнакомцу, если вы ждете, сидите, едете вместе. И он без своего перекуса. В торговом центре подойти к человеку без компании и предложить сходить в кино вдвоем. Прием пищи из ланчбокса прямо в коридоре или аудитории, при условии, что твоя еда не издает сильный запах. Плащи, мантии, винтажное платье в пол, я бы носила все это. Выходить на учебу в домашней одежде, пижаме, не переодеваясь, в чем-то спортивном или типа того. Сушить голову в учебном заведении, на работе, где-нибудь в отдаленном месте с розеткой. Я обшутил смешно, но меня критикуют и говорят, что надо взрослеть. Не выносят моего оптимистичного настроя, пытаясь сделать из меня пессимиста, как они сами. Смотря на все в плохом ключе. Хотел бы просто жить, как свое внутреннее я. Но меня давит. Дают чувствовать, что я делаю себя клоуном и вообще не имею права быть кринжовым для себя. Хоть я их и люблю, своих друзей, но чувство того, что я лишний, травмирует меня. Не открывается в плане эмоций, что удается плохо. И доверие, лишь малость. И то только одному другу. Попробовать поэкспериментировать со своим стилем. Может даже чутко поменять его. Мне всегда было интересно, что такого в том, чтобы красить ногти. Типа, для чего девушки это делают? Неужели это правда красиво? Мне и самому хочется это попробовать. Просто ради интереса. Вдруг тоже понравится. Но там, где я живу, не считается нормальным, чтобы парень так делал. А я не хочу, чтобы ко мне приставали. Даже моим длинным волосам постоянно достается пара комментариев. Не то, чтобы ко мне из-за них приставали. Но о них говорят так часто, что это уже бесит. Но может там, куда я в будущем перееду с этим, не будет проблем. Иногда я хочу просто сделать комплимент мальчику в школе. Но он скорее всего думает, что я какая-то странная девочка. Которая хочет к нему подкатить. Но мне нравится, например, его рисунок, футболка или почерк. Но он смотрит на меня с отвращением. Мне потом после этого очень кринжово встречаться взглядами с этим мальчиком. Хочу говорить людям о своем страхе собак без того, чтобы на меня смотрели как на ребенка и говорили. Да ладно тебе, они не страшные. Это отвратительно. Вы думаете, я специально захотела их бояться? Люди просто насмехаются и считают, что это кринжово бояться этих милых собачек. Я хожу подпрыгивая везде и почти всегда. Я ярко одеваюсь. Ярко-розовая рубашка с ярко-голубыми кроссовками и моими любимыми джинсами. Ношу с собой в сумке скетчбук с маркерами, книгу, которую читаю время от времени и много других мелких вещей. Не могу выйти на улицу, если в моих волосах не будет разноцветных заколок. На каждой руке у меня по 3-4 браслета. Тоже не выхожу без них. Говорю от чистого сердца. На мнение остальных по поводу меня мне плевать абсолютно. Люди слишком заняты мыслями, что о них думают другие. Тогда зачем тратить на это свою жизнь? Она и так короткая. Быть более открытым с малознакомыми людьми. Проявлять привязанность, не боясь осуждения. Носить те вещи, в которых вам комфортно. Даже если общество считает, что это преимущественно мужская, женская одежда. Если честно, это, наверное, странно прозвучит. Но я иногда хочу взять мусор на улице, неважно где, и бросить в урну. Даже если этот мусор будет грязным, я хочу бросить в урну, чтобы чисто было. Даже если от этого почти ничего не изменится. Но страшно, когда кто-то смотрит, как ты берешь мусор и несешь его в урну. Такое чувство, будто ты хочешь забрать мусор. А я ведь просто хочу помочь природе. Со стороны это кажется кринжовым. У меня собственная вселенная, которую я придумывала в 13 лет. И до сих пор дорабатываю в голове. Я хотела бы снять мульт хотя бы на ютубе. Но все считают, что рисовать это для детей. И это не мое. Ведь в моей стране это еще и плохо развито. Ага, картинки 18+, для детей, по их мнению. Мне 18, и сейчас мне абсолютно плевать, что они сейчас говорят про мое увлечение. Короче, в будущем, если увидите мульт с могущественной семьей, это мое. Увидимся следующим летом. Я бы носила вещи с изображением кукол LOL Surprise. Это американский бренд. Загуглите, короче. Но в нормальном обществе принято, что взрослые должны ходить в скучных однотонных вещах. А в качестве рисунка на одежде должно быть что-то адекватное, а не гребаные детские куклы. Если я засматриваюсь на подобные вещи в магазинах, то все, что я получаю, это презрительный взгляд от мамы и фразу «с ума не сходи». Вы бы знали, с какой завистью я смотрю на трехлетних девочек, которым надели колготки и майки с изображением этих кукол. Ведь им-то можно. Их никто не пристыдит за то, что они ведут себя как дети. Пою на публике. Когда еду на скутере или велосипеде с наушниками, практически всегда подпеваю песни. Но если останавливаюсь на светофоре, то начинаю петь только губами или вообще перестаю. Но, к счастью, несколько месяцев назад я начал плотно об этом думать и пришел к выводу, что люди вокруг слишком заняты своими мыслями, чтобы их заботил какой-то чудак. Плюс через пять минут они про меня забудут. Так что, какого хрена я переживаю? Так что я начал специально петь даже тогда, когда мне некомфортно из-за окружающих. Теперь я себя чувствую гораздо увереннее, хоть все равно иногда чувствую небольшое стеснение. Иногда хотелось бы ходить в готическом стиле, не утрированном. С подросткового возраста хочется. И иногда косплеить. Но на это нужны деньги. А последнее, в принципе, вызовет осуждение родителей, от которых я пока не могу съехать. Мне 24 года. До сих пор бегаю и быстро хожу, когда хочу. Плевать на работе я, на улице я или еще где. Я так хочу и мне так удобно. Пока что никаких негативных последствий, кроме пары замечаний от людей, которые и так докапываются до всех подряд. А еще у меня с собой всегда рюкзак с кучей мелочей. На всякий случай. Пусть для каких-то людей это странно, мне-то какое дело. Для меня наоборот кажется странным, когда люди в моем возрасте плетутся по улице со скоростью мертвой улитки. Или не имеют с собой запасов самого необходимого. Разговаривать с животными даже на виду посторонних людей. Я тот самый человек, который ладит почти со всеми животными. Так что зачастую они сами подходят ко мне. А я просто не оставляю их без внимания. Я бы хотела быть ведьмой. Заниматься магией, которая все равно не работает. Я люблю таро. Заниматься целебными травами. Знать все фазы луны, как и все, что связано с астрологией. Летать на метле. Прыгать с метлой между ног. Изучать руны и пытаться применять их в виде заклинаний. Работать с ненастоящими кристаллами. Мечтаю носить мантии, ведьминские остроконечные шляпы. Еще хотелось бы быть как принцесса. Носить эти средневековые платья, как в мультиках. Честно, в детстве никогда не играла в принцессу. Но на утренниках носила прекрасное персиковое платье с карасетом, который делал его пышным. Оно было такое красивое, но для взрослых таких уже не шьют. На заказ не вариант. Денег мало. Сама шить не умею. Хочу бегать по улицам и носить на улице домашнюю одежду. Почему я не могу пойти в своей растянутой, выцвешей футболке за молоком? А еще когда идешь по бордюру или перепрыгиваешь через люки, на тебя почему-то странно смотрят. Да ладно, вы же тоже были детьми. Какая разница? Сколько нам лет? Каждый должен иметь возможность немного подурачиться. Это круто и делает жизнь проще. Я раздаю незнакомцам комплименты. Ношу яркую одежду странных фасонов. Я катаюсь на своих роликах в квадах с подсветкой в колесиках. Ношу свою кошку в слинге для малышей, когда она просится со мной сходить в магазин. Брею ноги я по настроению и может раз в полгода, потому что у меня очень чувствительная кожа и мне лень. Я надеваю лифчик только когда одежда без него смотрится не очень. Год назад я ходила на работу с зелеными волосами, хоть и работаю в торговле. Все мои друзья знают, что могут не стесняться своих чувств при мне, потому что я, как никто другой, их понимаю. Мне кажется, я королева кринжа в своем небольшом кругу друзей. Ношу с собой маленький складной стул в рюкзаке, чтобы посидеть, где вздумается. По меркам общественности странно одеваюсь. Люблю яркие цвета и их необычные сочетания в одежде. Легкие струящиеся ткани, большие рубашки с прикольными принтами, носки немыслимых цветов и юбки миди длины, которые я делаю более объемными за счет многослойности. Одну юбку могу надеть под другую. Ношу разные прикольные сережки. Одну пару в виде мухоморов сама сделала. Еще таскаю с собой всякие разные мелкие вещи, которые могут понадобиться вне дома. Например, перочинный нож со всякими примочками. Две ложки специально для какой-то специфической еды, которую можно есть только ложкой. А вторая, чтобы угостить кого-то. Еще коллекционирую прикольные по форме или цвету стеклянные бутылки. И собираю разную мелочь. Камушки, монетки, пуговицы, открывашки от жестяных банок. В общем, все, что глазу приглянется. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо за просмотр. Всем пока.